Важно понять, что, а во имя чего терпят люди? Как только станет очевидно, что война проиграна, то тогда исчезает причина для терпения. Поэтому я говорю о том, что все время повторяю, что именно военное поражение, оно послужит триггером, катализатором перемен в России. Как всегда, диктатуры, подобные путинской, не переживали геополитического краха. А поражение в Украине и потеря Крыма – это полный крах путинской мифологии. Крым – это, на самом деле, такая сакральная часть, в этом плане Путин прав, сакральная часть его мифа. Не какой-то России, которую он сам себе придумал, а мифа путинского. Поэтому первые же снаряды или ракеты Украины, которые начнут приземляться в районе Севастополя, они вызовут в России просто шок. А украинский флаг в Севастополе, он просто будет означать тотальный крах режима. Режимы такие не могут держаться без мифологического обоснования. А Крым – это, я повторяю, ее сакральная часть.